Начнем мы разговор с такой информацией о том, что экс-прокурор аннексирована в Российской Федерации Крыма, экс-депутат Российской Госдумы от Единой России Наталья Поклонская заявила, что ее увольнение с должности заместителя председателя Россотрудничества связано с переходом на другую работу. Как вы считаете, это переход, то есть ее переводят или все-таки ее уволили за что-то? Если да, то за что могли? Я думаю, что она стала как раз тем политиком, которого, извините, как презерватив использовали и потихонечку выбрасывают. Просто это нельзя сделать резко, так как Поклонская была таким символом аннексии Крыма, как она агитировала за то, чтобы Крым был российским, но тогда она, видимо, не понимала, за что она агитировалась. Она попала в условия, когда нужно быть таким молчаливым, лояльным членом Единой России, поддерживающим вообще все, что делает российская власть. А поскольку она все-таки родом из Украины, где все-таки были свободы, где любому политику можно было высказывать личное мнение, она попыталась это делать в Государственной Думе. И когда ее заставили, я помню, проголосовать за новый пенсионный закон, который предусматривал повышение пенсионного возраста, она тогда выступила против, публично выступила против, не понимая, что вся эта реформа шла от Путина. И было еще несколько ее выступлений, которые шли в разрез с линией Единой России. Соответственно, сначала ее не взяли в Думу, потом ее потихонечку там с разных должностей убирали. Она сначала там хотела быть послом, ее там сначала послом отправляли. И потихонечку, потихонечку, чтобы не вызывать, так сказать, никакого резонанса, от нее начинали избавляться везде, где она пыталась появиться. Поэтому я уверен, что в какой-то момент от Поклонской вообще избавиться окончательно, потому что она не вписывается в эти новые условия, когда тоталитарная Россия. Когда ты не просто должен поддерживать Путина, а должен еще это делать искренне. Потому что чем отличается тоталитарный режим от авторитарного? Мне здесь нравится больше всего определение Владимира Пастухова, известный политолог российский, который четко сказал, что авторитарный режим предусматривает договор, такой общественный договор, когда люди не лезут в политику, а государство не лезет в их частную жизнь. Ну, такой был общественный договор. Так вот, в тоталитарном обществе нет вот этой зоны безопасного неучастия. Ты не можешь быть в стороне, ты не можешь не поддерживать, ты обязан искренне рукоплескать тому, что делает диктатор. А она, видимо, все-таки воспитана немножко на других принципах, поэтому от нее сейчас избавляют. Ну, действительно, когда Поклонскую сделали послом в Кабо-Верде в 2021 году, это напоминало ссылку, просто ссылку на остров. И сейчас тоже мы понимаем, что она неудобна власти нынешней российской. Куда могут в этот раз сослать Поклонскую? Есть ли какая-то страна, куда-либо там должность, которая была бы и идеологично, как бы правильная для электората российского, для Поклонской, и, с другой стороны, где Поклонская не могла бы влиять на процессы? Я думаю, что нет. Сейчас у Поклонской какого-то там электората. Надо понимать, что война все изменила, и если ты хоть как-то усомнился в правильности того, что делает Путин, все-таки Поклонская выступила против войны, пусть не так, как это вы, наверное, хотели в Украине, но тем не менее. То есть она позволила себе, будучи членом вот этой всей команды, ну не команды, окей, пусть это будет системным игроком, назовем их так, она позволила себе публично усомниться в правильности действия. Поэтому я не думаю, что она где-то может всплыть, честно говоря, потому что против нее сейчас выступают активные силовики, которые будут делать все, чтобы она нигде не появилась. Я не знаю, есть ли у нее какие-либо личные отношения с кем-то из ближайшего окружения Путина. Я так понимаю, что сейчас вряд ли кто-то возьмет за нее ответственность, потому что неизвестно, что она наговорит дальше. А ситуация ухудшается, свобод становится все меньше и меньше, я бы сказал, вообще уже не осталось в России. Поэтому человек Поклонская непредсказуемый для Путина, она непредсказуема, потому что она вот строим не марширует, да, как все остальные это делают. Поэтому мне кажется, что ей будет крайне сложно найти какое-то место. Хотя, может быть, у нее есть какие-то покровители, сказать сложно. Но вот мой прогноз, что она нигде не приживет. Дмитрий, вот по поводу непредсказуемости, еще в марте Поклонская записала видео против войны, но не призывала Путина остановиться. В то же время она заявила, что Украина это не Россия, но попросила украинского президента Владимира Зеленского капитулировать. Такие высказывания Поклонской, это ее инициатива, как вы думаете, или все-таки это было по методичке ФСБ? Нет, это ее инициатива, да, она попыталась, как в этом известном анекдоте, да, и рыбку съесть, извините, на пароходе покататься. Да, надо на двух стульях усидеть. То есть выступить против войны, но при этом, чтобы, так сказать, не попасть под репрессии внутри России, обвинить во всем Зеленского там и так далее. Так что, знаете, когда-то это еще, может быть, было возможно, да, сейчас абсолютно невозможно, то есть нужно заявлять только то, что заявляется с федеральных экранов. Вот, так что она точно является человеком для Путина и для путинского окружения непредсказуемым. Хотя, скажу честно, то, что она все-таки там пытается как-то высказываться внутри страны, это все равно плюс, да, это все равно говорит о том, что, ну, просто невозможно с этим фашизмом согласиться, даже если ты пытаешься как-то усидеть на двух стульях. А вот, как вы считаете, возможен ли вариант, когда Поклонскую сделают гауляйтеркой какого-то города оккупированного, например, просто десантируют ее там в Запорожскую область, либо там в Мелитополь и скажут, ну, вот будешь здесь смотрящей? Ну, я не думаю, что Поклонская на это согласится, да, потому что она все-таки, так сказать, родом из Крыма, и мне кажется, что ей будет достаточно сложно, и, наверное, стыдно будет смотреть людям просто в глаза, потому что одно дело, когда пропаганда рассказывает чушь простым избирателям, да, другое дело, когда ты все понимаешь, когда у тебя нет никаких сомнений, кто это сделал с людьми, кто это сделал с городами Украины, да, то есть откуда пришла беда, да, кто в этом виноват? Ты же прекрасно понимаешь, что война была организована Путиным, смерти принес путинский режим, да, и российская армия, вот, так что мне кажется, что все-таки Поклонская, ну, не настолько прям вот, не настолько мерзкий человек, который может еще после всего этого согласиться на подобную позицию. Это, как бы, вот, судя по ее, я ее лично не знаю, но, по крайней мере, я так немножко за ней следил, за ее выступлениями, она, что-то человеческое в ней, знаете, еще осталось, в отличие от многих андроидов, которые в Госдуме, да, андроиды мы их называем, которые служат Путину и путинскому режиму. Дмитрий, поскольку мы заговорили за коллаборанта, вот, недавно в Херсоне, 11 июня, первым российский паспорт получил коллаборанта Владимир Сальдо, возможно, вы о таком слышали, и ранее он заявлял, что украинцы, они хотят жить в независимой Украине, которая является единой, и делить ее на восток, запад, юг или центр не нужно. Как вы думаете, что повлекло за собой такое решение, вот, изменение взглядов и тех людей, которые переходят на сторону агрессора, те, которые вот резко меняют свою сторону? Ну, слушайте, это просто человек воспитан, это подлец, который готов продать душу дьяволу, да, ну, таких случаев полно, и в литературе, и где угодно. Человеку предложили позицию, предложили деньги, вот он за эти деньги отрабатывает. А что касается Поклонской, мне кажется, она же тоже прекрасно понимает и чувствует настроение в Украине, да, и вообще неизвестно, чем эта война закончится, когда особенный ленд-лист подойдет, я не уверен, что Украина согласится вот сейчас установить ту границу, которая сейчас проходит по линии фронта. Я уверен, что ситуация изменится, и еще непонятно под чьим влиянием, да, под чьей юрисдикцией будут захвачены сейчас территории, вот. Скорее всего, Путину придется отступить, и, да, в какой-то момент тебя могут сдать. И я думаю, что Поклонская понимает, как ее сдавали в последнее время, да, за независимую, там, от Путина позицию, там, по пенсионной реформе, еще там было несколько законов, вот. И если она, человек, не глупый, а мне кажется, все-таки она, ну, ну, по крайней мере, она уже понимает, если тебя один раз использовали, да, то тебя также сдадут, используют в любой момент. А еще вопрос по поводу Кириенко Сергея. Вот очень часто в последнее время в медиапространстве мы слышим эту фамилию. Насколько сейчас влиятелен реально Сергей Кириенко? И, учитывая то, что он курирует направление временно оккупированных территорий на территории Украины, как он проводит политику, кого он ставит сейчас вот этими гауляйтерами? Ну, фамилии сейчас бессмысленно обсуждать. Он, конечно, фигура влиятельная, вот, поскольку он, насколько я знаю, достаточно в тесном контакте находится с Ковальчуками. Ковальчуки – это очень влиятельная семья, которая влияет на Путина. Я знаю, что Кириенко пользуется поддержкой части спецслужб, и вот эта активность, особенно статья в «Известиях», которая то ли вышла, то ли не вышла, да, но она, по крайней мере, попала в сеть, да, она была написана, я вот прочитал, языком не чиновника, она была написана языком преемника, да, который говорил, я, там, гарантирую, я, там, то-то, то-то. То есть, ну, при живом Путине, да, писать таким языком, ну, это значит, у тебя должна быть какая-то серьезная поддержка, и мне кажется, что все эти заявления и Кириенко, и Медведева говорят о том, что в ближайшее время должен как-то измениться баланс власти внутри Кремля, да, то есть, значит, они что-то знают, значит, что-то готовится. И каждый сейчас пытается действовать так, чтобы позиции после транзита, я не знаю, какой это будет транзит, чтобы эти позиции упрочились. Поэтому появляются подобные статьи, подобные высказывания, и видно, что Кириенко реально ведет борьбу за лидерство в этом процессе. Дмитрий, и также вот по поводу ротации кадров на временно оккупированных территориях, как вы думаете, как вы считаете, это воля Путина так руководить, или все-таки его окружение, которое хочет сохранить вот свою преступную власть на временно оккупированных территориях? Я думаю, что это просто часть плана, да. Когда ты завоевываешь какие-то территории, ты должен поставить лояльных людей, которые, так сказать, будут контролировать процесс, контролировать власть. Но я бы не придавал значения фамилиям, это все-таки в большей степени технический вопрос. Очевидно, что командовать парадом там будет администрация Путина. Все-таки, если вернуться еще к фамилиям, если позволите, по поводу Медведева, хотели бы обсудить эту фамилию с вами. Вот Медведев, он в последние годы где-то там своим айфоном сидел, никуда не вылазил, в медиапространство, а вот сейчас он такой уже агрессивный, такие громкие заявления делает. Как вы считаете, почему сейчас Медведев либо сам вышел на свет, либо его выводит на свет? Медведев, когда был президентом, он давал многим людям, дал надежду, что в России возможен какой-то переход в демократии. Он строил имидж такого либерала, человека, который пишет «Свобода лучше не свободы», встречается со Шварценеггером, занимается модернизацией и так далее. На самом деле, в него многие тогда поверили, и вообще, в целом, была даже такая партия второго срока Медведева, потому что все хотели, чтобы Медведев пошел в президенты на второй срок, и чтобы Путин больше не возвращался. Совершенно очевидно, что тогда была борьба между, условно, Медведевскими и Ивановскими. Тогда был тоже кандидат в президенты, была такая борьба между двумя преемниками, и силовики тогда потерпели поражение. А сейчас совершенно очевидно, что Путин избавляется вообще от всего либерального. Закрываются вузы либеральные, увольняются преподаватели либеральные. Я же не говорю про политиков, оппозиционеров, которых либо посадили, либо выдавили из страны. И Медведев понимает, что он остался вот таким белой вороной на фоне силовиков, на фоне ястребов. И для того, чтобы сохраниться во власти, для того, чтобы на что-то претендовать, ты должен показать той силе, которая сегодня доминирует, а это Лубянка, назовем, коллективная Лубянка, чекисты. Ты должен им показывать постоянно и доказывать. Ребята, я свой. Вот я какой Медведев. Смотрите, какие твитты страшные пишут. Я настоящий ястреб. Я готов воевать с Западом. Не надо меня списывать со счетов. Просто это все очень комично, жалко, потому что ему это совершенно не идет. И почему мы так это болезненно многие воспринимаем? Потому что этого не ожидают от Медведева. Если бы это говорил Лавров, но уже на Лаврова, согласитесь, наплевать, что он там несет. Или Захарова, или Жириновский когда-то на непокойное что-то говорил. Нас это особо не трогало. Но когда вот эти высказывания идут от человека, по крайней мере, с которым многие связывали какое-то там демократическое будущее страны, это просто тебя шокирует, и ты просто не понимаешь. Как такое возможно? Как человек из такого голубя, демократа, модернизатора и так далее превратился в человека, который уже сейчас конкурирует с покойным Жириновским, с Лавровым, за Лавры главного ястреба страны. Нас это шокирует, хотя на самом деле ничего такого-то и не происходит. Они все давно уже там ястребы, они все давно уже там строят фашистский режим, они все там военные преступники. Поэтому печально, что просто вот эту маску нацепил именно Медведев, да, которым эта маска совершенно не идет. Если бы ты говорил Патрушев, Шойгу, ну это бы просто смотрелось бы хотя бы, ну как бы сказать, логично, да, вот они всегда такими были. А Медведев был другим, поэтому его высказывания нас так и шокируют.